Здесь вот он все-таки в бане оказался во второй стадии. Убрали еще и Эндерлорда. Двух таких мощных оффлейнера забанили в Фнатике. Ну, это Лайн. Красава! Появляется. Красава. Так, ну, это Лайн с пятой позиции будет. Таск, соответственно, четверочка от Волдевауэр пока не ясно. Потому что ТНТ такая команда, которая играет с Волдевауэром и на керри, на миде. У них и Армел, и Рейвен. Прелестяще отыгрывают на Тволдевауэре. Больше я вам скажу, что у них и Куку в свое время на Тволдевауэре тащил. И поэтому тут каждый может на ОД сыграть. Они специалисты по этому парню. Поэтому персонажа... Двух забирает у нас Фнатики. Тарк Филу. Так, Лешрак это у нас что? Это у нас куда? Лешрак это у нас пока суппорт. Может быть это обед? Может быть это обед в мидл. Может быть это и Джеки Мау на первую позицию. Вот в Джеки Мау я верю меньше всего, что он на Лешаке будет играть. Тролль. Мне нравится пиктинцы. Уже. У них от всего. Один таск сейвит от всего. Потому что вот эти вот... Ну во-первых, Рор, да, про чем мы говорили. Во-вторых, от Дарк Филу тоже можно. И с Брамбл Мейзо всю команду вытащить. Как раз одним сноуболом это раз. Во-вторых, и против Керс Карауна ты можешь засейвить этим сноуболом. Таск очень круто заходит против героев. Пять секунд. На-тик. Есть и Леон. Инициации. Тролль с Девауэром. Когда возьмут два БКБ, то им будет плевать вообще на героев команды. Это правда. Я вот этот ролик распредлагал в одном из пиков ТНС, когда у них тоже был ОД. Они там что-то другое потом выбрали. Не помню уже что. Вот. И заходит действительно идеальная комбинация. Хорошая кора героев. Они друг другу здорово помогают. По замесам 5 на 5 в лейт игре. Так, ну что, Пайлодай, четвертый пик. Давайте покажите нам. Скажите, что это Аббит на Лешаке. Я хочу увидеть Аббит на Лешаке. Если Аббит на Лешаке, нужен очень жесткий лейт. Прям что-то из серии Гу Вайда какого-то. Чтоб туда именно все заходило. Ох, трудно будет. Очень трудно. Опять Лансер. Но Лансер не работает против Тролля. Нормально. Смотрим. Ну, не работает он против Тролля. Тролль покупается в Battle Fury, просто при огромной скорости стирает этого Лансера и никакие там иллюзии не успевают просто спауниться. Не знаю, сколько раз это проверяли. Просто Тролль с Блокенбаром, этого Лансера убивает в салат. Ну, посмотрим. Энди вторую карту подряд вынужден будет сыграть на Лансере. Кстати, это опять-таки не показывает, какого типа ожидает нас Лешак с вами. Он все еще может быть и саппортом, все еще может быть мидером. Кстати, Аббит сам-то, кстати, может на Фантом Лансере сыграть, если что. Может в миде. А Энви на Троллье. И еще в чем фишка. Если Энви пойдет опять играть на Лансере на первую позицию, то у него здесь меньше проблем будет, чем на предыдущей карте. Потому что нету тут Дарквиллу, Бэтрайдер-линии, да? Дикой. Против которой, наверное, мало кто постоит. Ну, пока у Флайнера, в принципе, у команды Тинси нет. Тоже какой-то жесткий персонаж. Может быть, Таск плюс кто-то. Может быть, Дарксир? Ну, противный герой, чтобы Лансер проблемы не был. Ну, он реально напрягает. Просто Бэтрайдер убираешь и все, и спокойно катаешь катку. А если Дарксир появится? ДС, ну, можно ДС убрать тоже. Ну, не знаю. Сама же просто не сигнатурка этот Бэтрайдер. Вот в чем проблема. Ну, пускай на Дарксире играет. Ну, слушай, Дарксир плюс Таск под Айншиллами. Ну, мы видели, как это работает. Ну, тоже самое Таск плюс Бэтрайдер. Такая же противная тема. Это все неприятно. Лансер, конечно, с Фантом Рашем уходит. Это все Дума забанили даже. Ага. Какой-то герой у нас такой. Слушай, ну, если бан Дума, то значит, что Лишак будет Кор-героем. Потому что Лишак очень похож. Нет. Вот, герой для Энви. Обед будет играть на Лансере. Энви будет играть у нас на Лондруиде с Доминатором. Там первым Итамом. Бестмастер в Оффлайн. Дарксир, Лишак, два суппорта. Все же так. До последнего надеялся, что Лишак будет Кор-героем. Но Лондруидца расставила на свои места. Хороший пик, опять же, сигнатурки от Фнатиков. Что ж тут сказать. Это интересно. Ну, слушай, медвежонка здесь, откровенно говоря, есть чем убивать. Как ни крути, это все-таки от Волдвауэра, ты и тролль. Они со Спиритбэром нормально расправляются. И самим непосредственно медведем основным. Плюс есть возможность до него долететь, да, с помощью Таска и Сноубола до основного персонажа. Ну, то есть, чисто теоретически, есть чем контрить. И только еще один Кор-герой хороший нужен на Оффлайн. Так. Можно Пака взять? Пак с Дримкоилом, вот этим агонимным. Патроле, ПДД. Пак неплох. Пак неплох. Да тот же... Батрайдер, опять же, неплох. Дарк Сирр все еще в поле. Какие варианты? Дарк Сирр, да. Вот все-таки, да, давление на Фантом Лансеру оказывать или на Медведя, там неважно. То есть, суть та же самая. Вы отправляете до Блу, два милишника под Айншеллами, которые будут вас прожигать. Очень сильно прожигать. Ну, это сильно. Мы это видели в предыдущей карте, как это работало у команды Фнатик. Сейчас посмотрю, как это будет работать у команды ТНС. ТНС, забирает себе Ландруида. Ну, кто бы ни пришел на ту линию, где будет находиться Дарк Сирр, там будут небольшие проблемы. Кор-герой, возможно, по фарму просядет. Там ТАСК Дарк Сирр будет. Ландруид, ну, не огромные проблемы у него будут. Ну, будет чуть-чуть им мешать Дарк Сирр. Ландруид хорошо ставит Дарк Сирр. Главное, чтобы его не убивали, ТАСК с ДСом. Потому что все-таки комба сильная. Он быстро бегает. Ну, нет, вряд ли его бьют, потому что Север Шурор должен работать будет хорошо. Как только за него закатывается, просто нажимает Север Шурор и все сваливает. Поэтому проблем не должно быть у Ландруида. Мин нанесут им просто только дэмэжи. Он еще очень быстро бегает, этот мальчик. Ага. Ну что, опять вот трафт. Они так классно подбирают трафты, что вот мне кажется, что и там, и там, ну, вот прям соотносим. Да, то есть абсолютно равенство. Перепика прям сильного нет. Перепик у нас был только в карте под номером 2, на мой взгляд. В остальных прям... Да, трафт хорошая. И тролль с ОД, два хороших кора. И Лондруид с лансером. Ну, не знаю, мне лансер просто не особо нравится. Это... Он прям жестко драться не сможет. Ну, тролли ему просто с Battle Fury все иллюзии убивает. И ОД ему очень жестко именно наносит дэмэдж. Он же Блокенбарн вряд ли будет собирать. Ультимейтам своим. Поэтому, не знаю, лансер... Посмотрим. Это все всегда зависит от сноубола, как игра пойдет. Трудно же предугадать это все. Ну, да, было бы, конечно, круто, друзья, чтобы его счет был 2-2. И была там пятая решающая карта. Но, понятное дело, что фнатики захотят завершить эту серию уже сейчас. В рамках данной карты. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Так, Аббет бегает под смоками. Он, конечно же, будет находиться на фантом-лантере в центре против Атволд Дваура. Так, ну так, тут что он просто разведывает территорию, пытается выяснить, кто где будет находиться. Да и так все вроде понятно. Тут без каких-то приключений. Единственное, что нужно подметить, то, что Таск почему-то находится снизу, а не сверху. Тарксиру, видимо, дадут возможность получить третий уровень в соло, чтобы Таск не никто не воровал. И уже потом Таск к нему присоединится. В принципе, тоже довольно грамотно. Шорт Амби поблочил бы ему крипов бы, на самом деле, чтобы Дарсир как раз по Таурам начал получать эту эксплуатацию. И тогда вот третий лайвел был бы довольно неплохо для него. Но почему-то ниж чего он такого не захотел. Ой, Пайлайдай, ну что ты, куда ты, что стоишь, что стоишь? Чего ждешь? Пайлайдай с молниями он играется на первом уровне, хотя может убежать на самом деле. Да, он не очень хороший мус-пец. Топориками не достал, Рейвен, да ладно. Шар на игру будет очень сильно решать, сейчас попадет ли не попадет на стимс. Пайлтай нужно маневрировать. Да его ж не уют. Папатку, папатку. Как ты это увидел, ку-ку? Ой, 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 ой. Браво, браво, ку-ку. Прочитал. Слушай, ну надо, конечно, посмотреть повтори через туман войны. Действительно просто в слепоту давал, скажем так, ку-ку этот... В слепоту, да. Точно в слепоту. Круто. You are good. Да, Пайлтай согласен. Тыгр действительно бог этой игры. Ну и красавчик, ферзбат. Молодец, ку-ку. Все красиво сделал. Да, и реально в слепоту давал. Подтверждает нам слова Пайлайдай. Так, ну все-таки Тимс сразу пришел на верхнюю линию. Посмотрите, та самая Дабла с двумя Айншеллами. Начинает уже довольно серьезно щемить этого Спирит Бэра. Половину здоровья он уже потерял. Неприятственно. Неприятственно, но есть Диджей, который постарается каким-то образом помочь. Здорово бы смотрелось, конечно, вместо Дарк Филлу Оракл. Но вот Оракла мы давно не видим в пиках. Особенно против Дарк Сиро Оракла. На первой карте, по-моему, если память изменяет или на второй его забанили, по-моему, даже. На второй отправился он в баны, поэтому Оракл, да. Оракл периодически хорош. Ну, Дарк Сиро все равно пятым залетает, и уже никакого Оракла здесь не возьмешь. Десятым пик, двадцатым пиком, как говорится-то, заходит. Это тоже правда-то. Законтрить было не получилось в любом случае. Ну, пока, да, под своей вышкой придется как-то аккуратно крипов добивать. Нембе старается, нембе работать, какие-то шарды залетают. Очень неприятно, конечно. Фри фармом здесь не похвастаешься. Ку-ку, опасно. И топоры-то будут? Да, будут топоры. И, но не убьет. Стики. Стики есть, убивает. Ну, топоры маленького. Маленького уровня демиже носит не особо много. Тридцатничек с каждого топора, соответственно. И 60, а вот Пайлайдай развернулся. Иди сюда, молнию прописал ему. Так, что важнее, баунти или реген? Реген. Реген, Пайлайдай. Ну и баунти тоже возьмет. Лайн не решился забирать чужую баунти. Поэтому Пайлайдай здесь. Очень приятно, так вот, регенчик подобрать, когда у тебя нету ни регена, ничего. Просто обратно на линию. Да, классно. Из Леона-то весь реген уже выбили. У тролля осталось тоже. Там небольшое количество. Стан. Топорики. Молнии туда. Ку-ку страдает. Но топориками также отбрасывается и Рейвен. Поэтому Ку-ку снова выживает. Но ему нужно с этой линии уходить. У него... Ну, хотя неплохой достаточно ХП реген. Тут смотри. А, Хилинг Селф подарил Рейвен. Вот так вот для своего суппорта. Держи, брат. Угу. Ролайн будет жить. На этой линии он еще постоит и повоюет. Станчик прописал. Он Пайлайт дает. А, топориками отбрасывается. Теперь уже Юниверс. Снова Молнии. Снова Станы. Бьют в спину. Больно Рейвен. Вот Рейвену бы сейчас, конечно, пригодился очень Хилинг Селф. Но его нет. Есть и стиков. Стики тоже какой-то определенный реген дают. Все-таки Манго там есть внутри. Откидываются. Ну, тоже реген хорошо убивает. У Шака тоже регены нету. Единственная фласка осталась у бисмастера. Такая живая линия. Много способностей залетает и туда, и обратно. То есть нужно покупать стики. За стиками им будет получше. Палтеп пока остается. На топе. Я понял, он совершенно как раз работает. И все. Он спокойненько уходит. Опять проблемы. Опять бросили. Где там Леон? Ну, стоит с ним. Дарквиллу пытается тампулить. Чтоб как раз по Тауэр оттягивались. Я бы там всех их добивал. Но это пока не жесткий какой-то фрифарм. Хотя вот в Рейвене тоже проблемы. Что у нас на видео? Обед с... Обед-обед 9-1. И Деваур 19-8. Как его Атмель просто здесь переигрывает на этом миде. Один на один стоят, ребята. Ну, что же делаешь? Просто с Аркей Норбов держишь на дистанции. Бьешь по обету. Обету больно, мы видим. Да, ничего не поделал. Вынужден выходить через Доплгангер. Снизу тем временем потеряли Пайлайдая. Отвылось через комбинацию станчик. Плюс Хекс его забрать по итогу. Да, неплохо получилось. 2-0 пока Тинзи впереди. Ну, кстати, вот в сравнении с предыдущей карты. Вроде на Энви опять нападают. Энви пытается гнобиться. Но здесь у него Крипстат хоть получше идет. 19 на 8. То есть, в принципе, свой фарм имеет. Более того, он вообще топовый на карте, если что Энви. То есть, здесь вот он с такой сильной агрессией особо-то и не столкнулся. То есть, столкнулся, но вышел кутически победителем. Ни разу не погибнув. И забирая Альвину Торю Криппу. Единственное, что повторяется история, так это с Фантом Лансером. Вот Фантом Лансера в той карте щемили и в этой карте очень серьезно щемят. Фарм особо не дают. И обету нужна будет помощь. Универсия разменяли. Теперь ку-ку на этой линии. Рэйвена будет приседать. 8 стиков есть. Можно за ним дальше не гнаться. Смысла нету. Молнии, подпорики. Рэйвена прям под вышку загнали. Есть опять же стики, но их придется использовать прямо сейчас. Так, эндви убили. Начинается. Старая песня о главном. Ну, тут уже со вторыми айншеллами как-то нашли в лесу и убили медведей. Мастера на башек словят? Замедление сейчас будет еще тролля. Раз, два. Стыки есть. Выпивает. Да, уходит все-таки отсюда. Там 6 единиц брони. А Пайлайдай может погнаться еще за ку-ку. Но, нет, боится. Катапульта поехал. Катапульта палит. Катапульта палит, посмотри. Но Пайлайдай боится у нас зайти, потому что там есть комбинация зайдет, то уровень вообще не отпустит. Топорики касается ку-ку. Молнию нужно закинуть прямо сейчас второго уровня. И да ладно, Пайлайдай. Не достал. Эх. Боится, боится у нас Пайлайдай. Вторые топорики от Юниверса и в этот раз уже не удачно. Но комбинация. Комбинация все равно. Если бы он просто попал под этот стан Леона и тролль бы начал его фукусить, и потом бы и Хексом еще продолжили бы, то умер бы моментально. Но для шаг он даже не успел бы ничего кинуть. Таск на топе. Промбл Мейс. Сноубол есть. Покатился он на крипов, да, и спокойно отсюда уходит. Если что, ему смаж еще... А тут Аббет пошел вперед. Ну как тут шарды и все, да. Выход-то неудачный получился. Там еще и у Медведя на самом деле был четвертый лишь только уровень. Нету пятого, поэтому корни бы никак не срабатывали. И, ну, не было шансов убить. Да, Мишка пока страдает. Ну, Хексом страдает, но по крипам неплохо. 30 на 10 имеет у нас с Энви. Деннатор же хороший. Деннатор будет с 5. Тут важно именно, чтобы Фантом Лансеру как-то помогли, потому что ПЛ-то совсем педа, конечно. 1700 на Творс. Крипов нет, фарма нет. Никто ему не помогает, в центр не приходит. Этот Волд Ваура никто не убивает, а Армел стоит на этой линии. Смотрите, что происходит. Просто встречает Аркен Орбов и все. Лансер с пачки добивает лишь только одного. Так, на снизу атака под Сноубол, под подкоп. Забирают. Забирают, универс убить не получится. Он будет же. Вспомнил на второй карте, как этот УД работал. Он на обеду, когда обед играл на Вайпере, он ему вообще переигрывал. Армеля очень жестко, там на 1000 тоже, да, в какой-то какой-то минуте. Потом все равно Деваур вернулся в игру. Если вот тот Деваур вернулся в игру, у которого все было плохо в начале, то у этого Деваура, я думаю, проблем на карте не будет. Он будет доминировать как раз-таки в ближайшее время, потому что у него все очень хорошо. СМАШа пытается забрать. На этот раз есть корни. Сейчас застанется СМЭЧ. Бьют. Так, что по корням корни срабатывают. Отлично, отлично. Здесь сеточка еще от тролля. Угу. Некроманта. Законтроллил Энви. Тут здорово все получилось. Дарксиру убили. Второй фраг для команды Фнатик. Ну и вот на первую строчку по Нетвору сразу же возвращается Энви. Ну и все. Теперь можно аккуратно защищать и свой лес. А, в своем лесу там Фантом Лансер. Говорит, ну-ка, освободи мне хотя бы это пространство. Я здесь хочу пофармить хоть чуть-чуть. У Абита даже сапога нет на восьмой минуте с центра. Настолько все плохо у этого Фантом Лансера. В итоге Пайлайт Дайв приходит в центр. Да, ну, хоть как-то эту линию нужно держать. Откидываться молниями. Чтобы уж совсем фрифарма не было у Армеля. У Армеля будет быстрый форстав. ПТ, форстав, соответственно, два нолика. Очень толстый, очень плотный персонаж. Вот все хорошо от Волдваура. Главное, чтобы вот Праймал Рору не хватало в драках, конечно. Праймал Рору его очень сильно будет контрить. Корни будут его контрить. Если всего этого удастся избежать, конечно, она тут от Волдваура чуть ли не в соло сможет драки выигрывать. Да, пока все хорошо. Выход делает форставчик. Смок и щеколды буквально остается. Да, не так много. Вот здесь еще пофармит, постоит. Его за этой линией никто не прогонит. Тут, если только сам Армел не решится куда-то переместиться, там, может быть, на драку какую-то помочь своим тиммейтам. Да, тиммейт и так, вроде, неплохо себя чувствует. Что у тролля снизу? Вот у него 3300. Ну да, нормально. Третий Нетворс с ОД примерно на одном уровне. Рэйвена никто здесь не обижает. Хотя вот у Юниверса прямо сейчас появляется Праймал Рор, а это значит, что скооперировавшись с кем-то, прожав какой-то смок, можно попытаться выйти и убить. Ну, например, было бы неплохо пойти на топ, например. Или в центр. Телешака можно сапазать, на самом деле они, по идее, вдвоём должны забрать именно, если... Ну, нормально, наверное, раскастуется. Телешак у пятой бы, третьей молнии взять бы, было бы неплохо. Так. Юниверс доминатор будет делать с пеномидал. Опасно. На молнии. Опять пошёл. Так, получил споткоп. А, или не тайминг от ТНС. Могли бы убить на самом деле, если бы подкопали. Подкопали Хексик Б, потом пару ударов от ОД, и потом под конец уже как раз Хекса просто в астрал 5, чтобы герой умер. Ну, просто ХП, 600. Да, там очень мало, там быстро бы пробили фантомантер. Так, смоку, те времена, от Пайлайдай, и Диджи, пошли они в чужой лес. Тут Лайн. В десятой минуте, Контрит Баун Тосс. Отстанялся Ку-Ку, получил молнии. Бесмастер уже тут как тут. Тратить ли Праймал Рору? Наверное, не стоит. Наверное, без Праймал Рора должны забирать. Так, Расплит залетел, всё качественно. Да, Таск дальше тоже не пойдёт. Обед. В Инвизе был, съел Манго. Ой, Манго. Танго. Манго, Танго. Манго, Танго. На Смаша. Корни сработают, будет неприятно. Обед тоже подтягивает. Вторые корни не сработают. Есть Серж. Да, и просто уходит. Сарксир. Ну, вышка зато погибнет. Ой-ой-ой, обед-то идёт дальше. Ничего себе. Да ладно. Догнал его на Фантом Раша. Агрессор, 4-й Фантом Раш, туда, конечно. Сделали убийство, никакой помощи здесь не было, потому что занят Ку-Ку, он там снизу воюет. Это, кстати, книжку почему-то никто не купил из суппорта команды TNC. Четвёртый уровень бегает всего лишь Лайон. Ему давно уже пора фингеры иметь, конечно. Но недавно, но пора. В Кикбайе. У него просто денег нет. Он сейчас опять погибнет. Сюда холодает, уходит. Он забирает спокойно. Диджей забирает. Центр в Бинамиде. Тавр. Надик. А где минус Тавр? Сможли догнать Энви. За Рейвеном погоня. Серьёзная достаточно, но, кажется, не достаётся. В центре. Тату за ОД. ОД в Астрал себя спрятал. Неужели попытается его забрать? Тиро Райз. Под Праймал Рор. Шикарной комбинацией. Полностью в контроле ОД. И сможет ли он выжить стик? Использил Форстап. Через секунду буквально ОД. Нужно Форстап прожимать. Да, Форстап прожимает. И Фатом Лайсер на Фатом Раша через Спирит Лэнс. Очередной Астрал. Здорово играет от Пол Дуваур. И обед здесь под фокусом оказывается. 5 секунд от Доплгангер. Пайлайт Дай сможет ли уйти? Северчор. Отличный Северчор от Медведя. И спасается в Пайлайт Дай. Не убили ОД и потеряли Фантом Лансер. Плюс для Тинти. Мне приятно. Талон еще до изображения. Игры тоже. Все у меня плохо. Очень плохо. Хотя прям не так. Прям супер как-то плохо. Но это мы будут добавляться. Супер круто. Ревен да. Уходит в Баттл Фьюри. Но это реально мазхефитом. Потому что играешь против Фантом Лансера. Нужно будет тебе с иллюзиями бороться. Да и перефармливать противника. Тоже всегда приятно. Нашли это. Виллоу, Шарда. Она ушла конечно в Рилм. Бедлам активирован. Диджей, Брамбл Мейз. Еще живет за счет стиков. Но Армелл накрывает свои геймарки нормом. Тут же приходит бестмастер. Его хиксует. Энви тут как тут. Энви прожигает с помощью Айншелла. Подкоп. Под вакуум хотели сделать. Но комбинация сразу не сработала. Поэтому подкоп получился только по одному перспару. Фингер есть на самом деле у Ку-Ку. Надо сейвить. Надо Армелла сейвить срочно. Армелл получил праймл урор. Погиб. Сейва не было никакого. Тимс просто не успел своим сноуболом подойти. Фингер. Медведя добить. Энви. Мало хп. Энви добивают таки. Хороший минус от Лайна. Сделан свое дело. Может смело погибать. 2 в 3 в итоге. Драка. Что Энви забрал? Ждал он этого момента. Видел хп его. 600 там было. Раз стан, фингер. Нападен удар. Все рассчитано. У тебя получилось. СМХ. Ему конечно здесь оставаться нельзя. Через 200 кг. До универса просто праймл урора. Нет. Сложно. Терра райс. И под стан от Пайлайдая. Боже. Какой контраст. Красиво. Очень красиво сейчас было. Под терра райс. Никуда ты уже отсюда не денешься. Товарищ Сомаш. Обед пошел грызть Рэйвен. Рэйвен сразу ТП. Так. А что-то у обеда денег-то нет. А куда он деньги? Ага. Я вижу. 870 толпы. Ну. Потихонечку пытается вернуть. Самое главное то, что убили от Волдваура. Самого раскачанного персонажа команды Рэйдиант. Ну. Сейчас уже нет. Сейчас уже тролль на первую строчку вышел. Но тем не менее. Вот Дэс останавливать нужно. Вот Дэс слишком жестокий. И вот Праймл Рор в этот раз его наказал. И как же важно все-таки на Таске очень вовремя купить Блинк. Потому что если не будет Блинк Даггера, Таск не сможет сейвить из-под Праймл Рора. А ему надо сейвить. Только он может это сделать. Только он может сейвить от Волдваура. А он первым и том собирает себе маны ботинки. Да. И до Даггера еще 2000. Да. Сейвить ОД будет тяжеловато. Ну просто нечем, да? То есть вот Праймл Рор в ОД и все. Мы стоим и смотрим, как ваш ОД умирает. Если Таск тоже как-то пешочком не доберется своим сноуболом. Может там закатиться издалека. Пытаться это сделать. Но это такое. Ну да. Кнатики снова готовы идти в бой. Медвежонок тут как тут. С дабл демаджем, кстати, Спирит Бэр. Очень опасно. Чуть не ударил по Курьеру. Но там всего 130 урона. Поэтому не убил бы с первого. Что у Рейвена? Рейвен Дэмонедж. Ну вот только-только выходит СБФ. Конечно, с БФом он сильнее, а сильно не станет. Его в траках также будут быстро сносить. Стофан. А то Фир готов. Ой, продай. Шарды. А что делать? Перекрыли проход. Ничего, доигрался. Хороший минус. Так, где на сцену? Там приближается Радик. Вот. 2 900 денег у нас. Ну не Радик даже. Вот Релик пока. 900 до Релик остается. Аккуратно свой лес сместит. Кстати, это нейтральные кэмпы пофармят. С Сатиром вместе, колдуном. У троллей так все хорошо. Сейчас еще больше будет отрываться на 1500. Впереди как раз от двух вражеских хоров. От бессмайстера и у лондруида. И сейчас с этим Battle Fury будут уходить еще быстрее вперед. У троллей здесь все хорошо будет. Так, видит, видит Дарксира. Но никто не помогает Диджея. Он может снова кинуть какую-нибудь Террорайз, но надо продолжение. Продолжение здесь никакого нет. Пока, видим, пытаются сушить игру Фнатики. То есть Абит дофармивает дефузу. До Рейденс офармит медведь. Абит. Ой, Допл Хоро. На реакции работает. Здорово, ИТП сюда. Так, и на развороте. Ку-ку делает ИТП. Террорайз. Отлично. Второго персонажа уходит у нас Форстаффа здесь. Армель. Его уже не взять. Так, что снизу? Снизу Юниверс. Юниверс, а там Сомаш. Вакуум. Деплорд. Но не отпустит его отсюда. Ну да, наверное. Но Юниверс очень быстро бегает на Фейзах. Еще одного. Ну, тут там план перехват. Там план перехват. И ТНС, конечно, сейчас будут встречать. Здорово, Юниверс. Батл Транс. Упили Юниверсу. Доигрался. И Рейвен еще, главное, забирает стрик этот из трех киллов. Это тоже очень классно. На две тысячи. На две триста даже опережает он. Интервидом. Думе, давно полторы. Да, тролль уходит. Ну там, серьезно, треф так видеть, конечно, его нельзя. Все еще пока хватает средств с ним бороться. Но мы знаем, после БФ быстро появится какая-то Яша. Где Яша там монто ставит. Где монто ставил там еще какой-нибудь артефакт. И потом за этим троллем можно просто не угнаться. Монто ставил. Можно даже какой-то Сенжин Яша собрать. Можно Сенжин Яша. Ну просто против чего тут монто? Нет таких каких-то выклинаний. Сенжин Яша просто. Еще более жесткий лоскит. Телепорт на топ. Он вниз. Так, нужно цеплять как-то. У Юниверс нет Блинк Даггера. Сноубол. Пошел Медвежонок. Тут же, ого, Сноуболом пытались вывезти. Вывезли неплохо. Ну и подставляет все-таки Дарксир. Принял на себя немножко внимания. Дал вакуум. И благополучно погиб. Потому что вышку защутили. Фнатики сразу резко напали. Убили одного Дарксира. Правда, это убийство мало им что дает. До Рошана далеко слишком. Они просто не успеют туда подойти. Поэтому, наверное, просто фраг. Ну зато Диффузы появились у Фантом Лансер. Это, безусловно, плюс. Фантом Лансер. Ну мы помним, как у него было начало. Сейчас он уже от Волдваура опережает Бонетворсу. Вот так вот. Реабилитировался. Юниверс. Ультимейта нету. Поставили очень хороший глубокий вард. Сейчас видно перемещение противников. Фнатики завладели чужим лесом. И ждут. Ждут ошибки. Здесь лес, видно, покатились. Нет, не на НВ, но с умона. Не пошло. Ну пока Фнатики, конечно, сильно лезть вперед не будут. По одной простой причине, что тут Медвежонок не дофармил себе на Radiance. У него и Сакар Трелик осталось только на рецепт насобирать. И НВ будет, конечно, сейчас на это время свое тратить. Ну и пока игра полностью успокоилась. Мы видим, и ТНС хотят фармить. Потому что Тролль тоже вот только-только в Яшу вышел. ОД, нужные шмотки ОД покупает тебе. Плинк. Барксиро. Как раз, ну начальные вот эти первые итомы тяжелые. Как раз Radiance. Это Shadow Blade может быть на Бестмастере. Это, ну, Диффуза есть на Лансере. Можешь тут Яшу еще сверху. Когда как раз у Мишки будет Radiance готов. И вот под это можно выйти будет, Натиком, где-то подраться. Хотя там Тролль. Там Тролли реально ужасен. Сейчас после Яши Блэкенбар какой-то будет. И это реально будет неприятно. Тут Диджея подловили. Ну да, БКБ это, безусловно, нужная штука. Так, Террорайз, Дарквилл, ДП. Что делает этот парень? Ладно, спрятали бы, конечно, не отпустится. Так вот, БКБ нужная определенная штука для Тролля. Но один большой нюанс. То, что здесь против БКБ очень многое работает. То есть Лансер бьет, Медведь бьет, Корни работают. И есть Праймал Рор от Бестмастера. То есть все это работает сквозь БКБ. Поэтому на Тролле БКБшка это не прям супер ультимативная защита. Тут просто один герой очень сильный. Тут герой Дарквилл очень сильный. Против него лучше БКБ собрать. Да, это суппорт, да, про не хочется БКБ, но Керс Краун, ну, 3,5 секунды стоять просто так, без БКБ, встань, и тебя сотрут. Ну, плюс Лишак еще тоже, да, типа Станчики там молнии дают. Шаг, замедление. Так ты просто на жестком моспиде врываешься в кого-то, там Лишака того же стираешь за секунду, и потом переключаешься на того же Лансера. Просто если тебя застанет, тебя застанет, тебя Лансер сотрет. Если ты не будешь в Станах стоять, то ты сотрешь Лансера. Да, ну, скорее всего, это так. Но пока 10-11 счет у нас. 21-ая минута встречи пошла тысяча всего лишь в плюсе ТНС. Преимущества практически никакого нет. И драка, конечно же, сейчас будет исключительно за Рошана. Обе команды бегают и пытаются сейчас лучшую позицию занять. Может быть, как-то даже загангать под смоками. Вперед идет Кукун. У него нет Блинкдаггер. Кого фокусить не ясно, потому что под смоками также и Фнатик. Распушивают линии. Очень опасный момент. Сейчас выигрыш в драке позволит тебе забрать Рошана. Все это прекрасно понимают. А Егис достанется одному из кор героев. Обегают, обегают ТНС с правой стороны. Они видели. Сначала Гентавр смока вышел, потом Смаш смока вышел на миде. Поэтому они плюс-минус должны понимать. Сейчас они все могут встрять у нас ТНС, когда пойдут на этот хайграунд. Да, замечаю здесь еще и Куку. Но не реагирует пока на него никак. Хорошая позиция у Фнатиков. Они держатся на самом хайграунде. Подъехала Катапульта. Теперь дали инфу и для ТНС. Шарды. Катапульту очень долго бьют. Полторы тысячи здоровья, но уничтожили. Вот неприятно. В верхней линии подпушивается ТНС. Кому-то нужно уходить. И уходит Тимс, а ему сбивается. И вы шором ТП. Вот так вот. Контролит, контролит Энгри. Не расслабляется. В итоге на топ уходит Армел, чтобы не потерять ТИР-2 вышку. Может быть, это временного окна хватит Фнатиком, чтобы забрать Рошана. Но они не идут пока туда. Нужна выигранная драка. Желательно еще забрать ТИР-1 по центру. Перед этим. Куку фармит снизу. Дайггер ему нужен тоже. А ТНС распределились по карте. ТИР-1 вышку защищать они не будут. Они просто не смогут этого сделать. Диаболики. Прожимает сразу Пайлайтай второго уровня прокачки. Тут есть Глиф. Да, ну и товар нужно забирать. Есть Сия. Уже готовы у тролля. Блинк, наконец-таки, у Леона. Ну и, видим, тоже Фнатики разбежались по линиям. Надо отпушивать низ, надо отпушивать и вверх. И пока, в общем-то, на Рошана все забивают. Ну и, кстати, Фатомлантер тоже будет покупать себе Сэнджин Яш. С небольшим отставанием от тролля, конечно. На 2000, буквально. Да, кстати, так включился фарм, и вот прям не сильно тролль оторвался. Хотя мог, у них было 2300 там до определенный момент, да. Ну, сейчас все довольно неплохо. Еще плюс 300 должно сейчас Рейвену заезжать. Вот даже. Да. Рейвен забрал. Вроде вон, да. Рейвен. Желтые. Деньги выскочили. Перепризвал. Сразу же Медвежонка. Атака пошла в центре. Астральчики. Молнии. Крипы съедаются из Сумона довольно быстро. Так второго Медведя-то отдавать не надо. Аккуратнее надо. Или отдаст подкоп. Ой-ой-ой. Основного захватило тоже. Промейс. Промейс вынуждены были потратить. Спиритленд Старксира полетел. Допплгангер. Иллюзия отправляет дальше в Фантомлантер. Ну и вот теперь топ нужно отбивать. Очень опасная игра. Никто не пытается идти первым прям в лобовую атаку. Потому что боятся драку проиграть. Драка очень важная. Отправляет Спиритбера специально на базу под Риген. Чтобы потом вернуть с полным запасом здоровья Энви. Это правильно. Так и нужно делать. Рейвен на топе. Могут на сплитпуши поймать. Иллюзии там дают разведку. Какой напряженный момент. Три минуты уже стоят в центре. Просто ребята не могут друг на друга напасть. Не могут подраться. Рошановское время. Потому что одни и вторые Рошаны за секунду заговорят. Одни и с помощью медведей. Вторые в пассивке бессмастера. Вторые за счет тролля. Рошан просто попадет в секунду. Поэтому ошибаться ни в коем случае нельзя ни одной, ни другой команде. Поэтому и ворды оставляют. И зону Рошана контролят очень жестко. И боятся. Боятся лишний раз где-то фидануть. Смотри. Теперь вверх подпушивает ТНС. Низ подпушивает Спиритбер. Возможно будет размен тир-два вышками. Но боятся ТНС прям в нагло нападать. А медвежонок не боится. Медвежонок аккуратно уводит с собой пачку крип. Еще Пайл Дай подтягивается. Ну и сейчас товар здесь упадет. Если никто ТП не сделает из ТНС. Там атака пошла под смоками. Фнатики здесь. Лучше Праймал Рор использовали на тролле. Пытаются его снести. Террорайз. И надо спасти Рейвен. Он просто убегает. Он не может контролить своим персонажем. Саведж Рором продолжает. Боже, что это за контроль? Дикий. Этот фир, который действует на тролле. Тролль просто ничего не может нажать. Ни одной кнопочки. Никак. Террорайз и Саведж Рор. Ты просто бежишь на базу. И тебя бьют в это время. Какой Дайгер, Тролль? Надо Блокенбар, брат. Ну вот. Террорайз. Бранбл Мейс. Ого. И ладно. А против одного героя. Какой-нибудь герой играет. Герой какой-то пятой позиции, да, у нас? Потому что Пайл Дай все-таки. Ну, в общем. И суть важна. Ты против одного суппорта. Вынужден. Вынужден собирать Блокенбар. Суппорт тебя вынуждает это делать. Не бестмастер. Там какой-то суппорт. Четверку на Террорайз. Да, ну, без БКБшки вообще, видимо, делать нечего. И опять же, БКБ это не гарантия того, что ты будешь жить. Потому что, опять же, Праймал Роры... Ну, не знаю, тяжелая ситуация у ТНС. Вот как драки проводить, вообще не ясно. Потому что это Террорайз. Ну, Террорайз это сломанный герой. Это однозначно. Просто, ну, что делает одна способность? Ты обезоружен. Ты вообще кнопки никакой нажать не можешь. Тебя используют Террорайз, ты бежишь. Глупо бежишь в сторону своей базы. Беги-беги. Да, на край земли. Ну, и потом, понятное дело, тебе в спину залетает бешеный урон Фантом Ланцер. Причем настолько хорошая комбинация, что даже вроде бы ты убегаешь к себе на базу, но за счет Фантом Раша Ланцер тебя догоняет и бьет своими иллюзиями. Вот настолько это неприятно. Ну, ультимативно, конечно. Ну, хорошо. За это время, конечно, фнатики не успели забрать Рошана. Тинси воскресли полным составом. Теперь здесь байбэк, правда, вынужден был использовать Тимс. Кажется. Так, кажется, Тимс использовал байбэк. Ну, немножко вперед уже вышли фнатики. Ну, окей, фнатики буду ждать снова Праймал Рора. Он уже, кстати, готов для использования. Так, Диджи, Юлум подцепил под Брамбл Мейз. Форстаф Астрал. О, да так просто забрать не получится. А Куку далеко выходит, на мой взгляд. Куку сейчас будет перехватывать. Стоит. Ой, набегает на него. Здесь нет. Не пошел дальше обед. Опасная, уже опасная зона. Хотя. Спирит Лэнс. Хотя, Юниверс. Стан. С лоу граунда. В этом центре стояла. Так бы заставил. Ну, слушай, хорошо среагировал Лайн. Хочется отметить. Не растерялся. Стал под копчиками на Бестмастер. Да, Куку отлично отыгрывает. Ну, что, на Рошана. Жалкие попытки пробить его. Не пойдет никто на Рошана. Нужен ган какой-то. Вот, именно. Без байбэк на у кого-нибудь парня поймать. Там, не знаю. Что у нас в обед? 1600. Лон Друид. Вот Лон Друида поймать бы как-нибудь. А Энви не подставляют. Он только с ума нам контролит. Где-то там Михалыч бегает. Вон, да, в лесу стоит. Забираются леса. Почти уже кераса у него. Остается буквально свиток. Как же по макро здорово действовать сейчас, ребята. Из Фнатик. Палайдай. Вот только буквально одну пачку крипов быстро слил. Но уже линия подпушивается. Уже линия подпушивается. Катапульта здесь останется в живых. То есть, опять же, придется возвращаться вниз как-то. Очень грамотно. Очень грамотная игра пока. Оттягивается назад. Будет, скорее всего, смок. У Абита дабл дэмэдж. Что он заканчивается. До деф-драки не будет. Тен-Си не хотят до Блокенбара взорваться. Понимаешь, что сейчас Лешак очень много делает в замесе. Дарквил очень много делает в замесе. И хотят Блокенбар на тролле дождаться. Может быть, Линку как раз на него повесит. Который собирает у нас Девавр. И как раз тролль всех должен убивать. Потому что на него еще и Рор работать не будет. Просто будет бежать вперед и всех убивать. Но. Смотри, Медвежонок подпушил низ. Это Спирит Бэр сделал вместе с Катапольтом. Неплохо. Заставили сенсу Дарксира. Значит, что там команда находится вчетвером. А значит, можно напасть. Смоки поражали. Но, кажется, понимает все прекрасно. Рейвен Куку снова использует какой-то очень опасный блинг. Использует также Хекс на Юниверс. Поставил в центре. Подкопал. Будут ли впиваться в Юниверс. Там в него впивать. Через фингер. Быстро забирает. Тут же санет из Эклипс. И как же здорово принимают. Тинси. Валрос Панч. Медведь страдает. Эмве пытается уйти шардами. Перекрыли проход. И закрывает его. Аркейн Орбом РМЛ. Один в два пока. Великолепная драка. Но тут тролль все-таки погиб. Пайлайдай с обедом сделали свое дело. Два в два. Суммарно этот размен. Ну, вот идеальный расклад для Тинси. Они здорово приняли. Опять-таки всю игру прочитал полностью Лайн от Куку. Потому что поставил сентри. Подкопал. Зафокусил. Сразу фингер прописал. И даже с этим раскладом они не смогли полностью выиграть драку. Только два в два. Да, и просто игра шла без бисмастера. Но у тролля не было Блокенбара. Вот сейчас он только появился. Если в том замесе он как раз-таки Блокенбар бы подключил, то там было бы все плохо. Ладно, будем смотреть следующего. Замеса первый такой был. Плюс-минус ровный. Хочется. Хочется побольше экшена. Потому что нам команда на самом деле не демонстрирует какого-то жесткого. Очень опасный сноубол. Что ж ты сделал-то, Тимс? Террорайз? Но, е-е-е-е-е-е. Не, в открытую битву соло против Дарквиллу уйти нельзя. Не-не-не-не-не-не. Так не работает. Даже кор-герой себе не могут этого позволить. Дарквиллу вас обманет. Дарквиллу вас запутает. В корне поставит. И вы там умрете. Это факт. И ТП-шку его не сделать. Потому что Террорайз. У нас сейчас очень неприятная отдача от Тимс. Ну как четвером будет раться его команда-то без самого главного сейвера и таски, и врыватора, и инициатора, и всего остального? Под медальками, менталка. Просто Порошан. На Егис достается Энди. Ну и все-таки вот это продолжительное стояние в центре длиною там чуть ли не в 9 минут выигрывают Фнатики. Потому что Рошан достался именно им. И тут у обеда все хорошо. Блокенбар себя собирает, кстати, на Лансере. Правильное, мне кажется, решение. Что не хочется ему под весь этот дизейбл встревать. Блокенбаром хоть бить будет. Ну, грубо, ты райт-кликом с БКБшкой нацеливаешься на Лиончика, быстро его съедаешь. Дальше уже проще. Контроля никакого не будет. Ну и опять же, да, Аркей Норбит тебя уже не достанут. Так, у Лансера даггера есть? Нет, даггера нету. Ну, 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 нуллифайер надо собирать против тролля. Может быть, башер, не знаю. Ну, нуллифайер, наверное. Нуллифайер, мне нравится. Блокенбар себе купил. Посмотрим, что в Кикбайсе положат. Из артефактов. Следующее. Бабочка. Чекают свой лес у нас в Тинси. Так, там вард хороший очень стоит, на самом деле, у Фнатиков. Курьера видно, куда он летит. То есть, есть информация. Кирас уже покупает себе. И он, как же богатый медведь. Кирас сейчас очень сильно драки поможет. Такая позиция у Юниверса. Потрясающая позиция. В спину на тролле начинает. Праймал Рор шикарный. Нужно сейвить хоть как-то. Ну, как засейвить? Ну, как? Ну, Тимс пришел и получил террорайз. Ну, что это такое? Даже это сломано. Да, да, да. Минута до тролля, 40 секунд до таска. Пойдут по этой линии. Что по глифу? Глиф есть. Слушай, даже без террорайза. То есть, там был бедлам. Я не знаю, почему-то Тимс не смог поймать сноутбол своего тиммейта и засейвить. Может быть, просто времени не хватило. Не знаю. Но даже без террорайза справились. Я думаю, что террорайза летел и не позволил таску. Но все равно два минуса. Да? Не успел просто. А, под стан Лишакан, наверное, попал в тайминг. А, может быть. Может быть. Я просто не смотрел. Я уже с другими героями смотрел на них. Внимание, не обращал. Заход на нижнюю линию. Да, 25 секунд без тролля. Но не должны забирать. Сейчас спокойно фнатики, друзья. Напоминаю, что Тимс не проигрывать. Нет, ну карты нельзя. Три катапульты, друзья. Три катапульты бьет бараки. Три. Еще все это дело под вожаком волков. Да, и под бейсмастером. Понимаешь, да? Скорость и дэмэдж. Просто шесть. Моментально. В секунду просто. В один момент они снесли нижнюю линию. Были эти три строения. Так и не стало. Ого. Кентавр ТБшки сбил. Неплохо. А, ну и даже не ТПшки просто-просто-просто сбил. А ТПшку он Лон Друид, кажется. Или нет. Что-то он там сбил вроде как или просто подставил. Ну, непонятно. Неважно. Это они просто разобрали очень быстро святыню сейчас. И фнатики полным составом отходят. Эти инсию не успевают перехватить. Самое жесткое это медведь как ломает. Строение. Бот. Аурой, Бессмастера и Ложаком. Волков. Да. Ну что. Дамаж дикий прям. Есть Аегис еще до сих пор. Ну, Лон Друида. И можно идти вот Тир 2 ломать. Делать почву. Ой-ой-ой. Нашли. Опять торжать. Сноубол. Правда был сноубол. И фокусить пытаются медведи. Энви страдает. Потерял Аегис. Это не страшно. Тролль пытается лупить всех и сразу. А вот от Волдуваур страдает. Ноль урона может нанести. Прятал себя пока в Астрал. СМХ здесь должны забирать. Повода его не отпускает. Драка делится на несколько частей. Будут пытаться убивать Энви второй раз. В этом замесе его пока никто не сейвит. Иллюзия Фантома Мальтера работает. Санитис Эклипс. Убили медвежонкой. И спрятал себя от Волдуваур. Сможет ли он выпрыгнуть из-под Астрала. Но скорее всего просто упрыгает. Лансер разворачивается через Фантом Раш. Привет Армел. Армел использует блинк. Тут же ТП от Рэйвена. Надо дойти именно до Армелла. И нет. Уходит. Уходит коргерой команды ТМС. Но не уходит у нас Тимс. Трех персонажей Фнатики смогли забрать. В размен на Аегис и Лондруда. Гост нужен мне кажется Мишке. Очень сильно. Да там тролли. Если появится Гост. Сразу появится нульфайр. Но Гост нужен. Потому что вот эти начальные. Короче в общем бой. Вот на этой стадии. Пока нету нульфайра. Гост за полторы тысячи. Тебя будет реально очень круто спасать. Медведь твой будет драться. Медведь не пробиваем. А ты пробиваем. У тебя армора все таки маловато. Да. Подсказывает в чате работягам спасибо. То что в тот момент Таск не смог засейвить. У него КД на основу был. Вот так вот. А КД? Угу. Тогда это все объясняет. Да. Не заметили. Ну что 9000 преимущества от Фнатиков. 21-13. Близки к тому чтобы выиграть третью карту для них. Третья она будет последняя для ТНС. ТНС эту карту проигрывать нельзя. Друзья напоминаю что они в бестов 5 играют. 1-2 уже летят. И как-то все идет к тому что Фнатики очень уверенно закончат эту карту в свою пользу. Нужно что-то менять. Нужно какой-то хороший файт продемонстрировать. Хоть что-то. Кстати обратим наше внимание. Да вот у нас было два разных Дарксира. От Фнатиков и от команды ТНС. Вы помните Юниверсовского Дарксира? Там был Кримсон. Против физических атак. Здесь Пайп. Здесь против физики ничего нет. Здесь потом ланчер. Он купил себе у него был обычный ботинок. Он купил себе Кримсон. Он купил себе Пайп. Потом он купил себе только до Грэвил ботинки. Потом купил сюда. А тут видишь чуть-чуть другой. Другая очередность билда. Но при этом Кримсон-то все равно нет. И то есть весь урон от Фантом Лансера он заходит. И он заходит в большом количестве. Иллюзии тоже бьют. Вот именно против Фантом Лансера хочется на команду Кримсон Гарта иметь. Очень хочется. Это прям решает много проблем. Он как-то не смог сэмэйч собрать. Башер все-таки. Да вот я думал между Нулифайером и Башером. И вот Бет решил Башер собрать. Мне кажется Башер тоже неплох. Но что-то нужно, что работает по Блэккенбару либо Доблэкенбару. Ну вот у него Даггера нету. Все-таки Нулифайер хочет собирать, когда у тебя есть Блиндаггер. Когда у тебя нет Блиндаггера, то ты собираешь как раз-таки Биселблейд. Тролля надо останавливать. Он тут стирает всех. Вот, да, Гост купил Силандруид. О чем я и говорил. За полторашку на этой стадии жить нужно. Будет жить, будет переживать эти атаки от Тролля, от Волдваура. В прошлый раз его отчасти спасал Аегиса, выиграл очень много времени. Сейчас Аегиса пока нет. Это еще Рошана придется ждать. И Пайлайдай Гост есть. Ну, у Тролля, соответственно, встроенный Гост. Ну, смогут в спину заходить. Просканили Радиант. Тензи знают сейчас, где находится противник. Подозревается. Посмотри, у него нельзя Юниверсу заходить. И вообще просто вкуснут здесь. Под Леона. Ускорился СМХ. Да, убегут, убегут, убегут. Юниверс там пытался достать. Ну, такой интересный бестмастер, да, который не покупает себе Блиндаггер, играет через ШБ и Форстав. Вот так вот он, за счет этих артефактов, сокращать будет дистанцию. Ну, это его коронный билд. Так, Лайн аккуратно. Куку использует Блинк в сторону. Пока стараются не допускать ошибок Тензи. Мы прекрасно понимаем. Одна отдача, одна смерть Коргероя. И все, игру уже будет не спасти. Поэтому максимально аккуратно. Ну, а Фнатики пользуются этим. Давят, конечно. Пытаются раз за разом поймать загулявшего персонажа, где-то синициировать. Не получается, да и ладно. Черт с ним. Мы еще пофармим, еще подпушиваем линии. У них преимущество. Между прочим, они 12 тысяч ведут. Да, довольно много. Тензи. Надо свой лес занимать. У них очень много Сентрей стоит по всему лесу, но у них нет Вижена. Вот единственный Вижен, который у них стоит, это Вижен на речке, да, на нижней руне. Этого не хватает. Нужно еще чуть-чуть обставиться. Мобед уходит. От перетяжки Тензи в его сторону. Очень важно сделать какой-то такой быстрый минус, что там Порошану. Так, полторы минутки до его возрождения. Вот сейчас если удаст какой-то хороший ганг произвести, то в целом можно пасть в хорошее временное окно, при котором вы сможете убить Рошана. Я имею в виду команда Тензи. Надо только убить кор-героя. Но не Палайдая, конечно. Палайдая здесь стоит. И то тоже уже уходит назад. Но фнатики должны понимать, противника не видно на карте. Неужели пойдут на Палайдая? Это очень опасно. И он не фаснут. Да, он диск. А он диск, да. Все. А теперь на развороте Террорайз полетел. От Волдувауэр до свидания. Увидимся, услышимся. Праймал Рором. Цепили тем временем Рэйвена. Надо сейвить его. Снова Бол на этот раз. Шикарный сейв. Шикарный сейв. И пока Тензи все сделали неплохо. Вот. Они убили Лишака. Никого при этом не потеряли. Что дальше? А дальше, ребят, нижняя линия подпушивается. Вот что дальше. Пытается убить Спиритбера. Движонок страдает. Будет ли перепризвать? Есть. Перепризвать. Опять здесь его выталкивают. Форстаф им сделал это бестмастер. Помог своему тиммейту. Надо вниз возвращаться. Тинзи, ребят. Возвращаемся. База горит. Хата горит. Там Тир 4 страдают. Тёртл Энви. Будут ловить. Надо позбивать ТПшки. Одно ТП уже есть. Рошан 20 секунд. Будет чекать его. Сейчас Рэйвен зайдет. Чекнет Рошана. Рошан еще не появился. Птица висит. Птицу в секунду убивает у нас Рэйвен. И пауза у нас от Куку. Что? Посмотрите. Дарквиллоу. 38-я минута. Суппорт. Дарквиллоу. Хекс. Вашему вниманию. 19-й уровень. Попрошу. 12-й. 12-й. Творца почти как у бестмастера. Кошмар. Просто кошмар. Ну да, конечно, на 15-м уровне. Вот этот вот талант на ГПМ. Он, безусловно, помог. Но черт возьми. От суппорта Дарквиллоу ожидает, что он купит Хекс. Важнейший момент игры. Талант на ГПМ, но нет таланта на ХПМ. Вот. И Дарквиллоу идет четвертая. Четвертый герой по уровню на карте. Он опережает Лондруиды. Опережает бестмастера. И своей команды. В общем, он топ-2 своей команды по левелу после Ланса. Да. 7-8 просто. Вот, пожалуйста, вам Дарквилло. Если вы не трогаете, он очень много дым уже будет наносить. Сейчас возьмет двадцатку. Еще возьмет на двадцатом уровне вот этот три стек максимального урона от Шадоу Рилм. И там будет уже очень много дэмэджа. Залетать. Если его не будут убивать моментально, я там не позавидую. Какому-нибудь там Леону, да? Которому 1064 хп на этой минуте. Да, я даже вообще не знаю, как, в общем, Армеллу-то действовать. Вот у него нет Блокенбара. Линка это здорово. Это, конечно, очень круто. Но Линка сбивается достаточно быстро и просто. Да чейнлайнсингом одним сбивается. Угу. И без БКБшки, то есть, не подерешься. Тебя все тот же Террорайз убивает. Сейчас уже Хекс появляется какой-то. То есть, ну, я не знаю. Тяжело. Тяжело. Без БКБшки здесь от Волдвауру хоть какой-то урон нанести. А ему-то в драке что нужно сделать? Ему нужно застакать кучу-кучу интеллекта. Найти нужную цель. Дать свой ультимейт, чтобы убивать всех. Без БКБшки это сделать практически нереально. Нужно как-то идеальную позиционку занимать. Видимо, Армалти все понял и просто вышел из игры. Через кайт надо пытаться играть. Ну, именно на подсейвах вот этих, которые есть у Таска, которые есть как раз-таки ОД. Пытаться там через Блокенбары переживать атаку фнатиков. И потом, потом уже как раз-таки, когда он настакает, это все. Иззазис антисклид. Ну да, видимо, только такой план спасет от Волдеваура. И спасет в целом команду ТНС. Какие-то проблемы у Армела. Отключился он. Ждем только его. Ну и пока, да, не радужная ситуация. Тем не менее, у команды ТНС. У фнатиков все под контролем. Все здорово. Главное, за Рошана хорошо подраться. Но если вдруг получится так, что фнатики сейчас возьмут себе сыроегис. Оегис, ну, например, для медведя. Это сыр для Фантом-Лансера. То вот даже со всеми идеальными раскладами для ТНС драку будет выиграть сложно. Чтобы пробить два раза медведя, у которого Гост Септру, у которого будут бесконечные Севедж Роры. Это уже из разряда невозможного. И второе, убивать Фантом-Лансера, у которого сыр. Который тебя, во-первых, сильно бьет. Во-вторых, у него, ну, такая выживаемость, что просто огонь. Да, ждем. Ждем, ждем, ждем возвращения Армела. Ну, если все пройдет так, как и должно зайти, да. То есть, что фнатики все-таки выиграют. Фнатики поедут на еще один майнер. А в целом, это мы знаем сейчас очень шаткая ситуация в плане DPC-поинтов. Потому что и ТНС, и фнатики близки к тому, чтобы попасть в топ-8. Для этого им нужно проявить себя, как раз, на этих турнирах. Всем хочется. А повезло Минеске. А повезло Минеске? Ну, как повезло. Слушай, ну, на мейджоре топ-1 взять это, конечно. Минеске самую плохую доту показывали на протяжении вот этого всего отрезка, да. Там фнатики, там, на дымхаке второе место заняли. ТНС классно себя показывали там в играх. Да, там в очковой зону они не заходили, но все равно игра от них классная была. И Минеске как-то вот непонятно, что игра у них была какая-то такая сумбур, что-то с драфтами было. И тут раз просто выстреливает. 71-го отжимается на сцене, пихает жестко, команда играет мощно и занимает топ-1. Да. Вот я просто смотрю, как проходила игра в Минеске. Помним, да, начало сезона после Интернешнл. Ребята съездили на первые два лана в Минеске. Выиграли там, кажется, они ПГЛ, Open Bucharest, Минор. И на StarLadder заняли там какое-то второе или третье место, что-то такое. И все, после этого команда, ну, практически на середину всего сезона пропала. И Минеске не было вообще видно. И уже похоронили этот коллектив. Но вот 71-й приехал вместе со своей командой на один мейджор. Они выиграли буквально один мейджор, и все. И Минеске уже уверенный топ-4 в общем зачете. Да, очков много. Сколько там дали? Полторы тысячи? 750 на человека, а в зачет идет 3 по 750. То есть 2250 получается. 2250. Ну да. Ну, соответственно, вот чего не хватало и Фнатика, и ТНС, да. То есть они там постарались попадать все время в топ-4. Где-то вот на StarLadder недавно Фнатики попали в топ-4. Но это очень мало очков приносит. Именно на мажорах нужно хорошо выступать. Минор это да. Минор это такое. Тем не менее, даже вот не беря в расчет Минеске, и у ТНС, и у Фнатика сейчас очень хорошие шансы нападания в топ-8. Для этого им нужно отбираться. А вот отбор, какая из этих команд будет попадать на Мейджор и на Минор, и вот будет решаться между двумя этими коллективами. То есть только-только одна команда сможет себя хорошо проявить. И Na'Vi нужно тоже очки набирать. Na'Vi, кстати, чуть повыше пока, чем Фнатики и ТНС. Но разница с Фнатиками там всего лишь в 250, кажется, баллов. 350, да. Поэтому там все близко. И Evil Genius'ы тоже из топ-8 выпали, занимают девятую строчку пока. Вот эти команды, ну еще и Optic Gaming, да, вот эти пять коллективов, которые все еще могут кого-то сместить. LGD, Vich Gaming, G-Thunder в подвешенном состоянии находятся. Ну, ближайшие друзья, Мейджоры и Майнеры все расставят на свои места. Особенно, конечно, Super Major, где разыгрывается нереальное количество очков. Там слишком много, там 200, сколько там получается. Блин, сейчас даже не вспомню. Полторы тысячи на обычном мажоре разыгрывается. Там, по-моему, 2200, что ли, 2250, что-то подобное. 2250. Ну, хочешь, в полтора раза больше, чем на обычном. Вот так вот. Да, потому что там и полтора миллиона, там и в полтора раза больше очков, там все в полтора раза больше. И лучше. Да, и вот одна команда, которая сейчас может быть даже вообще, на самом деле, там, не быть в топ-16, в общем, там, зачете, да, не фигурировать, но выиграть, взять первое место, и она с удовольствием влетит на восьмую строчку. Прям с комфортом, я бы сказал даже. Одну минуту, говорит, обед. Сейчас нужно что-то им. Что, Армелия уже перезашел? Натиков, наверное, Энви. Пошел, как обычно. Руки своим делам. Ну, да-да-да. Вон, 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 вон. Я жгу ВЦ. БРБ ВЦ. Классик. Классик. В личный туалет, соответственно, он пошел. Ну, и собственный, да. Ну, на буткемпе разделение для четырех людей. Командный такой, да, туалет. И отдельный для Энви. Да, и для Энви один. Собственный. Я удивлен, почему у него вот рядом с компьютером не ставят рукомойник какой-нибудь специальный такой. Слева повернулся, у тебя хоп, сразу руки помыть. И все. Не отходи от кассы, что называется. Это Энви. Ему можно. Он заслужил. Ну, и будет большим молодцом, если вот сейчас выиграют этот финал. То есть, опять же, представлять свой регион. Придется туда-сюда. И снова все будут говорить, боже, Энви гений. Поехали. Гоу. Гоу, гоу, гоу. 21-14. 11 тысяч преимуществ в четвертой карте этого финала. Квалификации на GESC. Майнер, друзья. И одной карты не хватает снатикам. Именно этой карты им не хватает, чтобы поехать в мае на этот майнер. Что будем смотреть? Аганим появляется у Медведя. Теперь Spirit Bear будет бегать независимо от самого Медведя. Аганим очень сейчас выгоден тем, что именно появляется Рошан. Появляется Рошан. И за счет этого Медведя, который будет постоянно поджимать сейчас какую-то сторону с аганимом, да? Нужно будет стягиваться. Тинси как раз таки отбивать. И из-за этого могут Рошана просто забрать из-за позиционки. Просто вынадет их. Просто вынадет. Ну так и происходит. Посмотреть, Spirit Bear уже снизу им подпушивать нижнюю линию. Почему он не бьет? Мне кажется, он забыл, что он с аганимом. Он просто с руки может бить. Видишь, он что делает? Энви. Энви. У тебя есть аганим, бро-бро. Цирин просто бегает, реально. Он просто жжет. И ТП использовал. Отпушивать центр будут. Там, ну, пробежались Тинси, пытались кого-то перехватить снизу. Ничего не получилось. Фнатики получают несколько секунд времени. Но за это время, конечно, Рошана они полностью забрать не смогут. Энви Роспотопа тоже идет с волком, кабаном. Ну, друзья, это будет держать позиционку, пока не увидят двух, там, трех героев, которые будут стягиваться, отбивать стороны. По-другому на Рошана у нас, Натики, не должны идти. Ломается еще у нас здесь святыня. Это тоже очень круто. Это все, вот почва под Рошана святыня сломалась, да, чтобы телепорты не шли сюда, если бай-байки пойдут. И все, почва подготовлена. Нужно поставить хороший вард. Да, поставить еще хейст валяется. Так, а Медведь уже начал там бить. Ушел спирит Бэр спокойненько, развел противника. Снизу, кстати, пытаются тоже Тинси играть вот через своих суммонов там, потому что под Айншелом пробежал Сатир, отпушил нижнюю линию более-менее. Но вверх подпушил уже сам Медвежонок от команды Фнатики, поэтому наверх пришлось Тинси смещаться. Но Тинси пока не отступают. Это Варошана бегают вокруг да около, ну, скажем, в пределах такой шаговой доступности, чтобы в случае чего навязать там борьбу. Драка для них, безусловно, будет важна. Так, Аркейн Руны нашел Энби. Отправляет Медвежонка куда-то вниз пока. Собирать баунтируны. Слышно, Голды просто на халяву. 222 и 222. Просто 444 Голды. Как с куста. Собрал. Ай-яй-яй. Ну, там Айн Дииск. Шрайн Моми... Ой, не Шрайн Госса ментальный. И отлично. А Медведь низ? Медведь. А он здесь, он уже здесь, он в драке. Он уже в драке. Получает... Михалыч проседает серьезно, Таркан Арбов. Пика нормально заехал. Так, на треть хп. Мишка вниз бежит. Мишка бежит вниз. Центр подталкивает. Сейчас бы еще и топ подтолкнуть Фнатика мне мешало бы тоже. Вынужден уходить сам Мэйч сам вниз. Где-то у него Суммон с Доминатором должен бегать. Не вижу Суммона. Пока вижу, как Медвежонок пришел вниз двумя катапультами. Ой-ой, и подпушиваться сейчас будет серьезно-то линия. Нужно возвращаться опять кому-то. Нужно срочно возвращаться, потому что две катапульты это сейчас минус Тир-4 будет. Медведь не контролится. Да. Идет стяжка. Фнатики с Макеей идут. Сейчас в спину могут зайти. Сейчас как раз раздробили. У нас ребята из ТНС. Они Дарксиры будут ловить. Они будут Дарксиры ловить. Прямо сейчас Дарксир здорово. Через Хекс очень быстро. Дарксир отрезан своей командой. Моментальный минус. Троль пошел. БКБшку поражали. Пытается запокусить Юниверс. Юниверс в Инвизе. Старается дойти. Нет, его все-таки находит. Убивает Байбэк от Дарксира. Тут тем временем Аббит просто вкрызается в Лайн. Лайн уничтожен. Райз залетает. Очень неприятно. В итоге ничего не может сделать этот Волдуваур. Он просто убегает. Его тут же цепляют. Нужно спрятаться в Астрал. В Астрал прячется. Вакуум. Волуф Реплика под подкоп. Неплохой. Неплохая комбинация получилась. Антикли испытался. Сзади от Волдуваур просто получил сразу Хекс. Он вообще ничего не смог сделать. У него есть Байбэк. Лайн после Байбэка тоже. ОД Байбэк. Это, конечно же, на Тир-2. Постарается помочь своей команде. Энви. Энви призывает сумончика. Сейчас даться в Эджор. Какой-нибудь не успевает. Потому что там был Блинк. Драка делится на две части. Тут подловили. Кого подловили? Зря. Зря спрятал. Зря спрятал на самом деле. Да ладно? Очень зря. Да ладно. Все равно убьют. Убьют, конечно, да. Он мог уйти. Опасно было, на самом деле. И как же повезло, что сработал Кёрс Краун на Тролля. Смотри, что делать Спирит Бэр. Смотри, что делать Спирит Бэр. Он все четыре ломает. Посмотри, что происходит. Что творит этот дает? Там гем. Там гем отдал. На гем отдал. Неприятно. Ну и Рошан. Ребят, все же еще Рошан. Там Рейвен уже находится в Рошпите. Дарквилл тут как тут в соло. Через Хекс. Иди сюда, Лайн. Вот так вот с ним расправляются. Тут же Юл. Ты посмотрите. Фантом Лансер сделал байбэк. Рейвен под БКБ. Впивается. Тут же Форст Тафф. Диджи. Нужно сейвить себя. Но сейвить не получается. Попадает еще один гем. Это байбэк. Это Рошан нельзя отдавать ни в коем случае. Эта битва за Рошана будет последняя. Жесткая. Бакенбар потрачен на Тролля. Да, Рошан просто халяву отправляет с команды. Ух! Что за замесы? Бешеные драки. Просто бешеные драки. Но все-таки Фнатики будут забирать себе сыра Егис. Обеду нужно Егис срочно отдать. Потому что он байбэк тратил. Тут, конечно, просто пустошь на базе у команды ТНС. Они потеряли 2-4. У них фактически голый трон. Да, две линии все еще, конечно, стоят. Но это вопрос времени, мне кажется. Энви, бей, пожалуйста, медведям. Я тебя прошу. Он реально забыл. Он собрал Аганим? Непонятно зачем. Я тоже не понимаю, зачем он собрал Аганим. Боже, Энви, какой ты гений. Вот серьезно, просто гений. Реально просто прожигай. Давно бы сделал уже по удару каждому крипу, и дальше побежал бы. Я не могу на это смотреть. Вот как, с другой стороны, ты смотришь, да, на вроде профессиональной дата-цены. Как такой игрок может выигрывать что-то? Но это Энви. Энви умеет. Том Баунтирун собирает. Диджей. Курьера. Курьера. На байбэке переключится. Тролль-то без байбэка. Слушай, он Курьера подрезал с Шивой. Энви законтрил. Ой-ой-ой-ой. Неприятно. Праймал Рор. В Рейвана тут же. Тут же сейф, конечно, от Вол Деваура. Есть Астрал. Прамбл Мейз. Под ноги. Севедж Рор. Форстаф. Рейвана нужно сейвить. Здесь БКБ. БКБ не жмет. Оставляет на драку. Это правильно. Да Дарквилла не блинканулась, не хексанула его. Могла бы, на самом деле. Дарквилла была уверена, что он БКБ нажмет сразу, мне кажется, после Астрала. Да. Сейвы спасают. Появляется Вангвард и Супер Башер, соответственно, у Лансера. Это тоже неприятная новость для того же тролля. Дарквилла у Медведя, ну, наконец-то. Мишки он. В паялах. Зачем тревелла, если он все равно пешком будет бегать? Как и гоним. Пешком бегает, крипов не бьет. Это чтоб быстрее пешком бегал. Все понятно, да. Не с обычным ботинком, конечно. В царских сапогах. Смотри, опять, опять. Как это умиляет. Не могу. Ну, может быть, у него челлендж какой-то, я не знаю. Я, мол, выиграю и так. Не буду пользоваться всеми возможностями своего персонажа. Байбеков нет практически у всех персонажей. У основных. Любой фокус по кому-то, и игра закончится моментально. Да, ну, не торопятся, мы видим, фнатики. Они понимают, ну, контроль ситуации полностью за ними, конечно. Можно пофармить, может, БКБ себе хочет купить диджи. Настолько вот. Настолько мощный будет этот Дарквилл, и вообще никого бояться не будет. Ну, еще один Хекс, конечно, для ПЛД. Еще один, еще одна фишка, что очень мощный спортер фнатик. Вот у Дарквилла, да, вот мы только что отметили, что у него там и Хекс, и... Ну, вообще, Дарквилл сильный персонаж влете, да. И еще у Лишрака тоже появится Хекс. Совсем вот скоро, вот прям совсем-совсем. Это тоже будет очень приятно, лишний контроль, это такое... Контроль перед БРС, Севедшо раскрывает дать. Фингер оф Дэз, вот настолько захейтель тут же... Да, там 40 секунд кулдау на 18 уровне, поэтому... Не страшно, одного отдали, теперь второго, то знает, что уже нет фингера. Какие-то ресурсы выбиваются, тролль пошел в борьбу, тут же Хекс, Прайм Эрор. Все срабатывает. Бедлам, бедлам, тут же снова бол, севет пока. Под фокусом, оказывается, Волду Вауру, очень неприятно. Да, его не выпустили, нет байбэка. Ну и тролль тоже БКБ заканчивается, сейчас будут убивать. Это Кутгейн, минус Дарксир, отлично повоевали. Но Рэйвен осталось добить, и согласится с поражением, вынуждены будут ТНС, Абит, мало ХП остается, есть Аегис, ничего страшного. Забайтили на суммона, Энви, Майнгеймс, IQ200. Сыр положил в Медведя, раз Медведя убили, второго Медведя догнали до 100 ХП, он прожимает сыр, тролль вестит все БКБ на этого суммона, и как бы игра заканчивается. Все, законтрил, изи. Изи, изи для Энви, легкая для Энви, конечно же. Но тут Байбэк, Таск все еще пытается сейвить тролля, мало ХП остается, Трон падает, Рэйвен дерется до последнего, даже Абита убить он не может. Погибает тролль, Байбэк он еще один использовал, но Трон падает. Трон нужно защищать, Гудгейм Велплейт, и поздравляет Армел, и вся команда ТНС противника с тем, что Фнатики отправляются на Майнер представлять свой регион. Браво, Фнатик, молодцы. Поздравляю, Фнатик, опять ТНС чуть-чуть где-то не везет. Не доигрывают, но реально, ну, жалко эта команда. Я хочу, чтобы эти ребята заиграли, потому что мне импонирует очень много игроков из этого коллектива. Да, мне тоже импонирует, но вот я не знаю. Конечно, скоро будет у них игра в рамках ESL, где будут опять же и ТНС, и Фнатик, да, то есть очередные отборы. Где-то на Супер Мейджоре они, скорее всего, тоже друг с другом встретятся. Эта игра, кстати, будет уже послезавтра. То есть вот они будут постоянно друг с другом биться, и они между собой будут выяснять, кто подправится на эти очень важные турниры. И если уж ТНС хотят показать себя всему миру, да, показать свою хорошую игру, им сперва нужно преодолеть Фнатик. А для них Фнатики, ну, это прям, наверное, самый неудобный соперник, как мне кажется. И в этом плане ТНС будет невероятно трудно, конечно. Пожелаем этой команде удачи, ТНС в будущих сражениях с Фнатиками. Ну, а Фнатикам, ну, хорошо нужно выступить на Майнере, нужно зарабатывать там баллы. Поэтому думаю, что смогут подготовиться и показать хороший скилл, хорошую игру. Ну что ж, 3-1, друзья. 3-1. Это квалификация во все регионы.